Друзья, значит, у нас в гостях сегодня и в будущем еще на нескольких лекциях профессор Амар Айдар Мусари из Ирака. Это ученый, специалист в области фикха, то есть в области славского права, автор многочисленных книг, человек, хорошо знакомый с классической мыслью, вовлеченный и в политические события, которые, как вы знаете, происходили, имели место в Ираке, в прошлом и в настоящем, человек, участвовавший в этих событиях непосредственно. Но сегодня у нас и в будущем тема академическая, тема сугубо научная. Это лекции по исламскому праву по основам фикха. Поскольку это первая серия лекций такого рода, то цель ее дать общее представление о той проблематике, которая связана с темой исламского права. Для того, чтобы, как говорится, набросать, очертить общие контуры. Любая из тем, которые заявлены как темы лекций, может сама по себе быть предметом 10, 20 или большего числа лекций. И у многих-многих толстых книг. То есть это огромные поля тематические, которые очерчены. Но мы это прекрасно понимаем. Но целью этого, этой первой цикла лекции было дать общее представление. Поэтому самые-самые общие вещи будут сказаны. Значит, построим мы работу таким образом, что около часа будет идти лекция с переводом, а затем будет возможность обменяться мнением и задать вопросы. Значит, лекции эти организованы благодаря нашему сотрудничеству с университетом Мустафа. Вот вы видите здесь, на этом вот бантере вы видите, значит, логотип, символику этого университета. Это университет иранский, который находится в городе Кум, но центр его, так сказать, база, но который ведет деятельность в разных странах мира. Деятельность, связанную с изучением исламской цивилизации, исламских наук. И представитель этого университета в Москве, господин Савкин, вот здесь я его представляю. Вы захотите что-то сказать, господин Савкин? Как передать вам? Ну, значит, мы выражаем свою благодарность за то, что такой цикл лекции был организован. Ну, а сейчас, значит, перейдем впоследствователь к лекциям в городе Кум. Так, значит, тема сегодняшней лекции «Ислам и исламский закон. Исламское право в культурно-философском контексте. Фикх-суммитов и фикх-швидов». Чем различаются? Чем различаются фикх в этом направлении к исламу? Вот. Басм. 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 И для того, чтобы нам слушать друг друга, чтобы у нас был не монолог, а диалог, диалог дружественный и открытый. Которые позволят нам лучше понять те истины, те факты, о которых мы хотим говорить. Ислам, как показывают факты, как показывает сама его суть, это религия, которая выдвинула все объявлющее. Это видение по вопросам того, что такое человек, что такое справедливость. И это видение зафиксировано в переручении славы. Наряду с этими общими, так сказать, глобальными, универсальными понятиями, категориями, общинами, Ислам так выработал шариат, то есть закон, точный, всеобъемлющий закон. Под его теобъемлющим характером я подразумеваю следующее. Закон не ограничивается тем, что определяет отношение между индивидом и его Господом. Закон не ограничивается чт verte. Но помимо этого, исламский закон выработал многочисленные нормы, которые регулируют социальные жизни, социальные отношения. Ну, например, в области браков, браков и расходов, а также в других областях, которые известны в фитхе под названием по-арабски «муаммалят», то есть взаимоотношения людей между собой. Это примерно то, что соответствует понятию гражданского права в современном запасном праве, где регулируются такие отношения, как купли, продажи, торговые сделки и так далее. Кроме того, в этом законе, то есть в исламском законе, присутствуют нормы, которые касаются регулирования распоряжения национальными богатствами, то есть недрами, скажем, ресурсами, такими как металлы и прочее. Исламский закон также определяет три формы собственности, а именно частная собственность, государственная собственность и общая или общественная собственность. Под чем понимается собственность и исламской уммы? Сунин, дpelуя. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Мы можем оценивать, что-то может нам нравиться, не нравиться, мы можем принимать или отвергать. Это одно, это наше личное, мы можем сказать, это наше идеологическое происхождение, при этом это наша личная точка зрения. Но если мы ученые, если мы занимаемся описанием реальность и фактов исследований мы, то мы должны тогда сказать, что этот закон, шариат, он был принесен и он появился для того, чтобы связать религию и государство. Теперь, значит, каковы же те взгляды, те идеи, на которых основывается исламский закон? Да, как и рассказано в названии нашей лекции, культурно-гласовский контекст исламского права. Их можно кратко сформулировать следующим образом. Это божественность, 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 халифат, то есть приемничество, амана, это значит честность и верность. И четвертое ответственность. Это вот, этот комплекс из четырех принципов, он основывается на тексте священного Корана. Следующий текст, я сейчас прочитаю вам этот текст по-русски. Нам говорится, Бог владелец небесной земли и помимо Бога у вас нет защитника и того, кто даст вам добрый салют. Бог владелец всех владений, и Он передает свое владение кому-то. Дальше, следующий, третий пункт, амана, это в контексте короническом, это слово переводится как залог веры. Хотя тут есть корень честности и верности, но точный технологический перевод – залог веры. Имеется в виду следующий аят. Мы, боже Бог, мы предложили залог веры небесам, горам, земле, но они отказались, и только человек принял залог веры. И далее Бог говорит ангелам, сегодня я ставлю на земле преемника. Халифа – это арабское слово, означает преемник. Хотя мы привыкли его уже в русском языке слышать в таком арабизированном виде – халифа. Но это то же самое слово, которое означает преемник. И оно в каранике пленок по отношению к человеку. И Бог говорит ангелам, я ставлю своего имя, если преемника на земле. Или же Давиду говорит Бог, Давид, мы поставили тебя наместником на земле, так суди же людей справедливо. А дальше сказано, он сделал из вас наместников на земле. Каждому человеку мы поручили его дело, и в день воскресенья, в книге, в книге, в книге, в книге, в книге, в книге, в книге. Будут объявлены книги, где записано, что именно оно сделано. Основной принцип, из которого исламское законодательство, исламский закон – это божественность, то есть принцип божественности. И то, что Бог обладает собственностью на все, что на земле. Божественность на все, что на земле. А также право человека быть наместником Бога и быть распорядителем делами обустройства земли. Человеку дано право, и я дам вот этот залог веры для того, чтобы пользоваться благами земли, исходя из права и истины, на основе истины и права. Слово «хак», арабское, оно означает и истины и права. То есть вот исходя из этого, он должен пользоваться благами земли, которые переданы ему Богу. И человек определяет свою практическую ответственность в свете вот этого общего залога веры, который он несет. Вот здесь встает следующий вопрос о практической ответственности человека за его действие, ответственность за действие. Вытекает ли это ответственность человека за действие исключительно из исламского закона? Или же человек со своим разумом, со своей рациональностью может, как бы сказать, идти впереди этого закона и определяет свою этическую и практическую ответственность? Ответ на этот вопрос обсуждался очень подробно и теоретически в Каламе, в исламском Каламе, в рамках проблемы, которая, как известно, была поднята по благам и неблагам. В таком положительном и отрицательном характере предметом предписаний и нормы исламского закона, о том, может ли это быть по постигнут разумом. Значит, в сути этого последующего я просто хочу от себя пояснить. Это еще Матозелита, вот первому токальному входу для вопроса, являются ли установления нормы закона, такими, какие они есть. Ну, например, запрет убийства и так далее, и так далее. Запрет и предписание. Являются ли они произвольными? То есть Бог предписал нечто и запретил нечто, потому что Он так хотел. Или запреты предписания вытекают из самой природы вещей, которые сами по себе являются плохими или хорошими. Например, убийство само по себе плохое, и поэтому оно запрещено. То есть нормы вытекают не из воли Бога, а из характера самой вещи. И если второе верно, то тогда разум, познавая природу вещей, сам может доходить до этих норм и может не нуждаться в божественном откровении для того, чтобы получить норм из-за того. Вот суть этой проблематики. Вот эта проблематика вся, она отражается на вопросе о том, каковы источники закона, откуда он берется и каким образом дедуцировать, выводить нормы закона. И в ходе исторического развития исламского фикха одни его школы признавали разум источником формулирования нормы закона, а другие школы отрицали. Я бы хотел, отвлекшись ненадолго от текста лекции, сказать следующее. Я лично считаю, что вот эта проблематика и то, что было сказано вокруг нее, то есть вопрос о плохом или плохом, так сказать, злом характере и поступках, вот это лучшее, что было сделано в исламской философской мысли. То, что было сделано в рамках обсуждения этой проблематики мутазелитами и эмамитами, это вот ранней школы Калама, это очень близко к тому, что позже Кант говорил о практическом разуме. Но они, как бы сказать, жили и творили за 8-9 веков до Канты. Я тоже в своих лекциях вернусь к этой проблематике, когда мы будем говорить о марском фикха, то есть о школах исламского права, об этой истории и развитии. Но сейчас, когда мы говорим об общих представлениях, из которых исламское право, мы можем рассказать следующее. Мы должны сказать, что ответственность за выведение правильных и верных норм закона прежде всего требует гибкости законодательства. А также гарантирование разумного уровня счастья и благополучия. Фондарий submitting Вот и следует, когда мы действуем на жизнь, И следует, это необходимо за счет этого, Мы в принципе приемлемые сейчас и скрытие, И в целом, чтобы связать, И это необходимо для проводить, и в том числе, И в целом, И следует, Немного разумного уровня, И в целом, и чувствовать себя, И в целом, И нужно, И в целом, И нужности, и в целом, Истина, Я думаю, что все предписания, будь то этические или правовые предписания, они требуют определенной дисциплины, они ставят шаг в определенные рамки, накладывают на него определенное время. Поэтому, если законодательная деятельность не учитывает того, что человеку необходимо гарантировать определенный уровень счастья в его жизни, если оно не опирается на принципы гибкости для того, чтобы человек мог приспосабливаться к реальным условиям своей жизни, то тогда все эти предписания не будут иметь смысла и останутся пустым звуком. И в связи с этим мы можем заметить, что в исламском законе нет таких норм, которые являются чистыми и абсолютными нормами в каком-либо смысле. То есть абстрактными нормами. И вот среди тех, кто изучает исламский фикх, то есть исламское право, есть такое популярное, значит, знаменитое среди них выражение, ведущее выражение. Всякое общее предписание обязательно бывает уточнено и введено в рамки частного. То есть в исламском законе нет таких предписаний, которые являются общими и абсолютными и не могут быть уточнены или не допускали бы исключений из себя в соответствии с конкретными требованиями жизни. Продолжение следует... Поэтому известно, что в исламском праве есть два общих правила, два общих принципа, которые являются главенствующими и управляют, что ли, регулируют все остальные нормы. И звучат они, формулируются они таким образом. Первое – это избежание каких-либо стесненных или неудобных ситуаций. Вот если норма ведет к этому, то тогда она не принимается. И второе – избежание вреда. То есть в том случае, если норма ведет к вреду, то есть если ее последствием является вред, она также не принимается и делается с ней исключением. Я прочитаю вам 4 цитаты из Священного Корана. 5. Рассказано «Бог не вменяет в обязанность никому ничего, кроме того, что этот человек может выдержать». В аяте украины «Бог не вменяет в обязанность никому ничего, кроме того, что он может выдержать». В аяте украины «Бог не вменяет в обязанность только то, что по силам человек». В аяте украины «Бог не вменяет в обязанность никому ничего, кроме того, что он может выдержать». В аяте украины «Бог не вменяет в обязанность никому ничего, кроме того, что он может выдержать». В аяте украины «Бог не вменяет в обязанность никому ничего, кроме того, что он может выдержать». В аяте 28-м «Бог не вменяет в обязанность никому ничего, кроме того, что он может выдержать». В аяте украины «Бог не вменяет в обязанность никому ничего, кроме того, что он может выдержать». Это то, о чём мы говорили, принцип Божественности, который опирается на хронический аят, где говорится, что помимо Бога у вас нет защитника и того, кто яркий дуна. И вот на основе этого представления в фикхе формулируются нормы и основы фикхи. «Бог не вменяет в обязанность никому ничего, кроме того, что он может выдержать». Это следующая основа или принцип фикха, принцип исламского права, который звучит таким образом. «Никто не может ни над кем властвовать, если нет тому доказательства». То есть любая власть человека над человеком должна осмолвываться на каком-то домике, на каком-то ясном доказательстве. То есть, вот такие виды вас, те, как люди, как раз, как опека несовершеннолетними имуществом, а также управление имуществом тех, кто лишен права в состоянии, а также управление общественным достоянием, то есть общественной собственностью. Все это нуждается в конкретных доказательствах, и для всего этого есть конкретные нормы, которые определяют, как это делается. Принцип справедливости и равного разделения – это один из важнейших принципов, на которых основывается исламское право в формулировке своих домов. Так как в Коране сказано, обращайтесь с имуществом сирот справедливо, но не присваивайте его до тем пор, пока сироты не достигнут зрелости, и тогда вы приносите его им, а также правильно соблюдаете вес и меру. Те, которые веруют, это другое, придерживайтесь закону справедливости. Или вот такой аят «Да не подвигнет вас вражда на несправедливость». То есть это означает, что и с врагом надо поступать справедливо. И продолжение аята «Поскольку справедливость – это то, что наиболее близко к благочестию». Таким образом, здесь ставится акцент на том, что справедливость необходимо соблюдать без всякого пристрастия, и не быть пристрастными ни к своим родственникам, ни к своим близким, а также не быть враждебным и несправедливым по отношению к врагам и соперникам. И необходимость соблюдать справедливость и равную меру даже в отношении соперника напоминает нам об одном из главных столбов исламского закона. Исламское мировоззрение звучит таким образом, необходимость воспитать этически ответственную личность, в которой намерения чисты и честны. И вот такое летучее уже выражение, которое часто повторяют в Акихе, хотя это хадис известный. Первое – дела расцениваются по намерениям, первое. И второе – воздаяние бывают за… то есть нет воздаяния без доброго намерения. То есть если нет намерения того, то не может быть и воздаяния, поскольку любое дело, за которое дается воздаяние, оно должно делаться не просто как некое действие, но обязательно сопровождаться намерением, которое вызывает. И суть религии и ее высшая цель – это построение человека, воспитание человека. И как говорят те, кто занимается проблемами воспитания, необходимо воспитывать человека и делать его красивым. И мы знаем следующее высказывание пророка. И так, Дуб Благословит, а Богословит – апофа приветствует его и Его руку. Я послан для того, чтобы сделать совершенным добронравие. Таким образом, предельной целью религии и исповедования Ислама является добронравие человека и всего человечества. И эта цель должна стать путеводной звездой или маяком Ифакиха, который должен согласовывать с этим принципом все свои действия. И тогда соответствие этому принципу и будет критерием правильности действий Факиха и обоснованности ветвь Факиха. Сегодня исламский фикх переживает кризис, который очень похож на кризис, политического анархизма. То есть, сегодня разрушаются связи, которые прежде связывали разные массовые школы фикха исламского. Неправильно прочитываются принципы связи фикха с практической деятельностью. И что исламский фикх, хотя и имеет великие достижения в истории, но он остается результатом человеческого усилия. То есть, он не является божественным откровением, божественным внушением или наитимом, и не является священным текстом. Кого он является? Игорь Михайлович, учитель Факиха, учитель Факиха, учитель Факиха, учитель Факиха, учитель Факиха, И у нас есть текстуальные подтверждения того, что это правильная позиция, позиция швейцких имамов. Когда это религия имеет дело человека и человеческий разум, то неизбежно в силу окружения, в силу среды, эти идеи подвергаются определенному загрязнению или искажению со стороны человеческого разума. Поэтому, как говорится в авторитетном тексте, в начале каждой эпохи, некого цикла истории, должны появляться люди, которые очистят пыль прошлого, счистят ее и которые обновят установление религии, устранив ошибки, накопившиеся за ближнюю эпоху. Но я хотел бы подчеркнуть следующее, что открытие дверей и чтихада не означает этической анархии и анархизм. Это вовсе не призыв к анархии в понимании авторитетных текстов или в выводе норм в их толковании. Ведь вечные тексты это не некая мертвая материя, на которую читатель накладывает все, что в него в разуме, в его уме находится. Так вот, эти вечные тексты не являются мертвой материи, которую анархисты-интерпретаторы могли бы увезти туда, куда ему заблагорассудится. Таким образом, ищтихад должен опираться на знания, на определенное наследие и на этическую зрелость и способность интерпретаторов. Таким образом, ищтихада не ограничивается фикхом норм, то есть норм права, но переходят эти границы и касаются также основ фикха и правил вывода норм. И вот в связи с тем, что упомянут фикх норм и фикх вывода норм, я хочу указать на то развлечение, которое было. Выдвинуты в этой области. А также указать на то, что существует фикх целей, в отличие от фикха норм. Разговор о фикхе целей начинается в 8 веке хиджры, в 8 век хиджры, 18-15 век хиджры. Начал его Гоша таби Факих Маликит, то есть принадлежащий Маликитскому Москву, в произведение... Мува Факат, которое посвящено основу фикхи. Я не буду углубляться во все тонкости этого вопроса, о чем говорил Шатаби и что сейчас говорится о фикхе целей. Но я бы хотел сказать только одно в этой среде, что исламского законодательства, исламского закона не было бы, если бы не было фикха, то есть понимания целей и того, к чему идет этот закон, ради чего норма выводится. Целью этого закона и выведения норм является человек и его достоинство. Поскольку сам Бог уважил это существо, в качестве с вами, всего лишь, что не говорит, мы облагодетельствовали сынов Адама, мы несем их на земле и на поле, то есть по воде и по суше, и мы питаем их благими ясками и мы дали им предпочтение перед прочими нашими созданиями. Адама, да, не господи, это не II my God. Он заявил. Он заявил по правилам от всех обслужений, но меня не и узнал «Адама», Вы знаете, что не хотел искать искать, мы не хотим, Вы знаете, что исламскийental демок, đấy нельзя участвовать. Как ответил в себе, Если вы вернулись, Ничем, Исламский закон не просто ограничивается констатацией доброго отношения к человеку и его высокой роли, но также претворяет это в принцип права, а принцип следующий – сохранение, то есть максимального сохранения имущества, крови, то есть жизни и гендерных отношений. Это можно расшифровать таким образом – забота о достоинстве человеческой жизни, о том, чтобы человечество нормально плодилось и размножалось, священный характер брачных отношений между супругами и максимальная охрана имущества. Он говорит... Значит, вот этот принцип, который лежит в основе исламского права, что вот эта цель и полагание руководить выводом норм исламских, то есть, когда целью ставится благородство человека, достоинство человека, святой характер, брачных кулс, половой жизни, охрана имущества и так далее, вот право, которое основано на таком цели полагания, с моей точки зрения, является противоположностью права, которое исходит из чистых инстинктов человека. Что касается следующего термина, термин по-арабски звучит так, фикх ан-назария, то есть фикх теории или правосходящий из теории, то это термин, который ввел известный профессор Мухаммед Бакер Ас-Садр в своей книге, которая называется по-арабски «Хтисадуна», то есть «Наша экономика». Ас-Садр, вы любите русский? Да. Вот, кстати говоря, университет Мустафа выпустил русский перевод этой книги, так что желающим вам не смогут разработать. То есть этот ученый, автор этой книги подчеркивает необходимость того, чтобы Факих придерживался общих теоретических принципов своей деятельности. То есть необходимость того, чтобы близкость Факиха основывалась на принципах гармоничного сочетания личных и общественных интересов и личной общественной жизни. И, наверное, именно современность и ее потребности, эти ее оперативы заставляют нас применять такие глобальные всеобъемлющие критерии, то есть теоретическое право не заниматься не конкретными нормами, право, норм, фикх, норм, Факиха основывается теория, то есть из общих теоретических положений. И я думаю, что наиболее близко к этому это принцип сочетания общего и единичного, который применяется в современной экономической теории, где говорится о том, что микро- и макромасштабы должны обязательно сочетаться, и где нет общего как единичного. Таким образом, к классической экономической теории добавляются те вещи, которые были развиты школой кензианства. Я думаю, что отталкиваясь от этой идеи Кейнса, что есть различные точки зрения, плюрализм точек зрения и плюрализм критериев, я бы мог указать и на свое собственное представление о множественности точек зрения в области религиозности. И здесь мы исходим из следующего, высказываем все вышли. - Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но среди людей книги есть такой народ, который исполняет все аяты Бога, ночью и днем они поклоняются Богу, они верят в Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не учел того, что перевод занимает столько времени, поэтому так долго говорить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но каким образом-то вы будете обладать этим божественным основанием, что вот вы лично получаете это откровение, или же мы все же берем тексты и их читаем, а если мы их берем и читаем, то это наша деятельность? Но шарианты в начале существовали именно таким образом? Каким? Таким? Вот то есть брались тексты, брались новые аяты и они применялись в готической деятельности. У них есть правильные аяты и есть правильные аяты и которые выглядят на данный момент, но мы ищем в тексте? Какие-то такие, как правильные аяты и защиты имеют в виду и о том, что мы ищем, правильные аяты и искусственные аяты и искусственные аяты? В лечении каждого из этих людей, выявила решение тех, кто и выявил их, потому что вы получите себе решение людей. Но каждое время мы используем один из личных людей. В плане получится прочитать вопрос. Это не значит, что мы установим все работы, как весь лечит действовать для того, какychов. Продолжение следует... 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 И вопрос, имеется ли в нем связь с государством, или такой связи нет, или это чисто духовное учение. И тогда мы видим, что ислам ведь определил не только нормы, которые регулируют жизнь личности, но и нормы, которые регулируют жизнь социума. То есть он определил, как занимаются налоги, как осуществляется судопроизводство, собственность на землю, наследование и так далее. То есть все то, что вы называете гражданским правом, то есть все вот это определено в исламе. Но тогда как же мы можем ставить вопрос, что нет связи с государством? Это уже чисто научный вопрос. Мы здесь рассуждаем. Мы можем быть мусульманами, можем не быть мусульманами. Это совершенно не имеет значения для того, чтобы решать этот вопрос, поскольку мы подходим научно и мы описываем факты. То есть реальность так устроена сама. И здесь мы видим, что эта связь, конечно, есть. Здесь вот эта методологическая позиция, методологическая основа. Здесь всегда необходимо различать ценностную, оценочную позицию. позицию и позицию объективную силу. Кто-нибудь хочет по-арабски задать вопрос? Ну, давайте, по-арабски не хотите. Ну, давайте по-арабски. Нет. Вопрос касается законодательной деятельности. Я думаю, что она нравится на несколько принципов. чтобы не было гиблость, и эта норма должна обеспечить счастье получающее человеку. И другое мы начинаем предводить. Мне кажется, что это слишком монстрактно говорить, что она должна обеспечить счастье. Я там просвещала, что норма не должна листи пред человеку, и не должна стеснять человека. Я поняла, что это и есть счастье. А как тут сидеть, кому приносит данное обеспечительное? Потому что норма это все таки общего, универсальное, и у них там есть как раз в этом случае? Грейсов, Касуали, Ахрага, Ахрага, Таштепи, Тарахтан, Ушери, Арестан, Киев, Калпанит��, Атанку, Мады, Мады, Жасады. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 и добрых дел. Спасибо за внимание.